50-я школа Билграда готова принимать детей с ограниченными возможностями здоровья. Это учебное заведение по оснащению признано одним из лучших в регионе. Но вот насколько успешно здесь реализована программа доступности среды? И действительно ли школа удобна для всех своих воспитанников? Диана Калединова вместе с экспертом оценила созданные условия. Впечатления и выводы в сюжете. 50-я школа «Новостройка» была сдана в эксплуатацию в конце прошлого года. Комплекс зданий впечатляет как внутри, так и снаружи. Но вот сумели ли здесь решить вопрос доступной среды? И есть ли условия для детей с ограниченными возможностями здоровья? В учебном заведении нас заверили, что да, есть. Мы решили в этом убедиться и пригласили эксперта. Здравствуйте, меня зовут Владимир Тараненко. Я являюсь председателем благотворительного фонда «Река добра». Мы знаем все о доступной среде. Сейчас мы в этом убедимся. Владимир Тараненко воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Для него доступная среда – вопрос участия сына на равных в жизни общества. Мальчик мечтает посещать технопарк «Кванториум». Инспектировать начинаем с прилегающей к зданию территории. На входе установлен электрический подъемник. Владимир примеряет на себя роль инвалида-колясочника. Мы проверяем, насколько конструкция адаптирована для человека с ограниченными возможностями здоровья. И можно ли справиться самостоятельно, если ребенок будет без сопровождения. Такой пассажир скорость передвижения корректирует пультом. На помощь можно вызвать охранника. Недочет обнаружили при выезде. Турникет не фиксируется. И это вопрос к строителям. Техническое небольшое решение, изменение и все. То есть там он падает, скажем так, не держится. Защелкающий колду что-то такое придумать. Хорошее впечатление от того, что именно школа выделяется на Афоне, ну не то, что выделяется, но единственная, наверное, в Белгородской области, кто принял такое современное и хорошее решение. Подъемник именно. Плиточное покрытие на входе для инвалидов-колясочников сделано под уклоном. Порогов на пути нет. Беспрепятственно попадаем в само здание с просторными коридорами. Пол мне нравится, плитка какая. Просто... Передвижение мягкое, да? Мягкое, да, хорошо. Очень удобно. Очень удобно, правда, потому что широко, светло, замечательно. Елена Галеева, директор школы, экскурсию начала с учебных кабинетов. Первое, на что обратил внимание эксперт – широкий дверной проем. Один метр семь сантиметров проем. Должен быть метр проем, то есть это вот по новому ГОСТу своду правил. Стандарты выполнены. Кабинет в информатике оборудован по всем современным требованиям. Но для ребенка на коляске рабочий стол не совсем удобен. Директору дают рекомендации адаптировать несколько мест для детей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы можно было въехать, то есть 85-90, чтобы между ножками было. Ну, 85-90. Ну, это легко. Вот эта планшетка меняется сверху. Да. Расширяем, ножки те же самые оставляем. 50-я школа имеет четырехэтажное здание. А это значит, ребенок должен передвигаться на лифте. Заходим и оцениваем условия. Это хороший лифт, антивандальный, покрытие замечательное. И, что самое важное, поручень есть. На каждом этаже для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены санитарные комнаты. Помещения простые, светлые. Рядом с унитазами установлены специальные поручни. Есть кнопка вызова дежурного. Вдруг стало плохо человеку или какая-то помощь нужна, то есть можно нажать. Конечная точка маршрута – детский технопарк «Кванториум». Рабочие места и сама обстановка располагают к знаниям. Ну, хорошо. Проходит. Замечательно. Сидите, игра вообще. Это да. Взять любой предмет, руки. Ну, просто по размеру. Все замечательно. Выводы нашего эксперта – школа номер 50 действительно лучшая в Белгороде. И главное – руководство готово дальше совершенствовать условия для особенных детей. Состоялся очень неплохой диалог о том, что еще нужно доделать. Потому что всегда в работе, если человек работает, да, если в рабочем состоянии школы, есть какие-то недостатки. Сегодня вот в рамках тестирования они были выявлены. В ближайшее время мы их устраним. И также я очень хочу сказать, уважаемые жители города Белгорода, школа 50 не боится таких детей. Мы рады вас видеть в нашей школе. Эту школу можно поставить пример другим, потому что ничего подобного в нашей области еще не встречалось, не виделось. Мы, конечно, выражаем надежду на то, что власти и все причастные, в том числе проектировщики, строители, будут обращать внимание на мнение родителей детей-инвалидов. С огромным удовольствием откликнемся. Все бросим, приедем, посоветуем и так далее, чтобы наши дети получали знания наравне с другими. В этом году в Белгороде планируется ввести в эксплуатацию еще две школы. В микрорайоне «Новый-2» на 500 мест и в микрорайоне «Луч» на 1000 мест. Строителям будет полезно учесть имеющийся опыт. Диана Каледдинова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород. Диана Каледдинова, Александр Поддубный.